Задолженность по заработной плате в Чуваши одна из тем по существу сегодня о том, какая здесь ситуация. Поговорим с временно исполняющей обязанности руководителя инспекции труда Павлова Раиса Николаевна. Раиса Николаевна, здравствуйте и сразу вопрос. Инспекция труда регулярно проводит проверки и по плану, и по обращениям граждан. Скажите, пожалуйста, сколько предприятий вы проверили с начала года на предмет своевременной заработной платы? В части оплаты труда, в том числе по вопросу несвоевременной опыта заработной платы, в Государственной инспекции труда за 6 месяцев 2013 года проведено 84 проверки. При этом в 13 случаях выявлены случаи незаконной задержки выплаты заработной платы работникам. Заработная плата была не выплачена 429 работникам. В ходе проверок выявлены также и другие нарушения трудовых прав работников. На устранение нарушений работодателям предъявлено предписание. Сколько работодателей понесли наказаний, ну и главное, удалось ли вернуть долг работникам? По результатам проверок 160 должностных лиц организации, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за нарушение законодательства именно об оплате труда привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 580 тысяч рублей. По результатам проверок в отношении 5 должностных лиц организации материалы направлены для возбуждения уголовного дела в следственные комитеты по признакам несвоевременной выплаты заработной платы работникам. В Государственной инспекции труда за 6 месяцев выплачена незаконно задержанная заработная плата 262 работникам. У кого чаще всего встречались нарушения? Какие это предприятия? Прежде всего, конечно, допускается в организациях малого бизнеса. Это прежде всего организации с численностью работников менее 100 работников и индивидуальные предприниматели. Сейчас РУС ТУДА проводит масштабную проверку, проверяет, как исполняется майский указ президента страны о повышении зарплат бюджетника. Трудовые инспекторы должны побывать на более чем 3 тысячах предприятий страны. Есть такое мнение, что повышение зарплаты зачастую сопровождается всплеском нарушений. Что показали проверки в Чувашии? В настоящее время проводится мониторинг. Проведено 12 проверок. В ходе проверок выявлено случай повышения заработной платы в размере менее установленным правительством Российской Федерации. На устранение нарушений в настоящее время предъявлено предписание. Данный вопрос находится на контроле Государственной инспекции труда. В организациях города Чебоксары такие факты выявлены и в некоторых районах республики. Вступил в силу закон, который запрещает работодателям указывать в объявлениях о вакансиях национальность, пол, семейное положение, место регистрации претендента на работу. Какое наказание понесет работодатель, если будет действовать иначе? В отношении должностных лиц и юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Так, в отношении граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей. В отношении должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. А в отношении юридических лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора с гражданами в зависимости от пола, возраста, национальной принадлежности, в зависимости от социального происхождения, по семейным обстоятельствам и другим вопросам. Кроме того, запрещается отказ в заключении трудового договора в отношении беременных женщин и в связи с наличием детей. При выявлении указанных нарушений работодатели, в том числе юридические лица, индивидуальные предприниматели и должностные лица организации, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа. В случаях отказа в заключении трудового договора, Государственная инспекция труда рекомендует работникам затребовать от работодателя письменно мотивированный отказ. В случае возникновения спора по вопросу заключения трудового договора, рекомендуется обратиться в суд. В последние годы все популярнее становится дресс-код, где-то на каких-то предприятиях, в каких-то организациях он обязателен. По закону вправе ли работодатель требовать от своих сотрудников строго определенный внешний вед или все-таки это ущемляет их права? По вопросу дресс-кода трудовым законодательством определенные нормы не предусмотрены. Поэтому работодатель может предусмотреть такие требования в своих локальных нормативных актах организации, в том числе правилах внутреннего трудового распорядка, правилах поведения работников и в других нормативных актах. Но при этом должно соблюдаться одно важное условие – это не должны нарушаться права работников, то есть права граждан. При заключении трудового договора работник ознакомляется, во-первых, со всеми локальными нормативными актами организации, в том числе наверняка по поведению, то есть по вопросу одежды и другим вопросам, если в данной организации данные требования действуют. Работник сам принимает решение заключать ему трудовой договор с данным работодателем или не заключать. Если не говорены, значит они должны быть предусмотрены в каких-то локальных нормативных актах организации. Если и там не предусмотрено, конечно, работник может с жалобой обратиться в соответствующие органы, может в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру, в суд. Спасибо большое. Это была программа «По существу». Всего доброго. Продолжение следует...